МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защитник леса в Чувашии определили лучшего лесного пожарного республики. Повышение производительности труда и поддержка занятости населения, оздоровление реки Волга и ход реализации проекта международная кооперация и экспорт промышленности. Эти темы обсуждали сегодня в режиме видеоконференции на заседании Президиума Совета при Президенте России. В нем принял участие и глава Чувашии. Производительность труда, пожалуй, главная тема совещания. Насколько устойчива и конкурентоспособна экономика в целом и компании в частности? Сейчас наша страна сильно уступает по этому показателю развитым государством. По данным экспертов, в 2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития. Парадокс в том, что при этом наши граждане работают не меньше, а даже больше. В среднем это получается около 2000 часов против 1750 приблизительно часов стран ОСР. То есть мы вкладываем много сил, времени, на выходе результаты весьма средние. Какие шаги предлагается сделать? Во-первых, на федеральном уровне говорят о формировании специальных мер для работающих. Это налоговое стимулирование и оптимизация кадрового в делопроизводства. Отдельно обсудили поддержку самозанятости граждан и трудовой мобильности. Эти вопросы обсуждали и на уровне Чувашии. С учетом увеличения производительности труда люди будут сокращаться. Это понятно для всех нас. Мы должны людей переубучать, переквалифицировать, для того, чтобы они могли трудоустраиваться по своими специальностям, по своей компетенции на других производствах. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Рекультивация Пехтулинской свалки дан зеленый свет. В администрации Чебоксар заключила договор на проведение восстановительных работ. Наша съемочная группа побывала на объекте и узнала, как изменится мусорный полигон. Два года на Пехтулинской свалке стояла тишина. Ни самосвалов, ни бульдозеров. Сейчас же техника вернулась, но не для того, чтобы вновь сваливать здесь мусор, а наоборот, ликвидировать отходы, которые копились здесь на протяжении последних 50 лет. Площадь свалки равна 42 футбольным полям, а высота мусорных гор, 7-этажный дом. Вот он, фронт работ. Сейчас подрядчик формирует тело свалки. Самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. 13 единиц спецтехники собирают и уплотняют мусор. К концу недели их станет больше в два раза, что позволит выйти на проектную мощность. Это первый технический этап при культивации Пехтулинской свалки. Его необходимо выполнить до конца следующего года. Она в размерах уменьшится, получается? Да, уменьшится. Было 22 гектара, станет 22 гектара. Кроме этого, над свалкой появится специальный саркофаг. Он будет сделан из нескольких слоев. Геотекстиль, щебень, геомембрана. Чтобы контролировать испарения и газы. Они будут выходить специально отведенными трубками, где будет химикат, агроанит. Будет гасить эти газы. Сверху будет засыпан минеральный грунт 45 см и растительный слой 15 см засывом травы. Проект рекультивации разработал Чуваш Гипроводхоз. При его составлении учитывали все негативные факторы и особенности местности. Были проведены абсолютно все инженерные, геологические изыскания, топографические изыскания, гидрологические. Документация прошла полной экспертизы и экологической, и государственной. Это классическое решение по рекультивации свалки. Проектный институт заключает соглашение с продрядной организацией на авторский назор. Будет сопровождать. Реализацию проекта будет подсказывать, как нужно делать, что нужно сделать, для того, чтобы все выполнить качество в соответствии со всеми существующими требованиями. Алексей Ладыков подчеркнул, администрация будет контролировать подрядчика еженедельно. Срывов сроков быть не должно. Рабочий процесс чувствуется за несколько километров. Но жители ближайших микрорайонов могут быть спокойны. Запах появился ради того, чтобы исчезнуть навсегда. Татьяна Леонтьева, Арена Гавилян, Республика. В Чебоксарах продолжается замена старых лифтов на новые. В рамках республиканской и муниципальной программ в городе планируют заменить все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Дом по улице Кадыкова построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Старые лифты уже изжили себя не только физически, но и морально. Замена на современные началась в 2015 году, а в этом уже завершилась. Жильцы, не раздумывая, стали участниками муниципальной программы софинансирования, развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. С каждой квартиры было собрано порядка 7 тысяч рублей. Это 25% от общей стоимости лифтов. Остальное оплатили городские власти. У нас же много пожилых людей в доме. Лифты старые, они свой срок уже износили, износили. И поэтому мы решили, что надо нам поменять эти лифты. И мы, как говорится, пошли по всем подъездам собирать, собирать собрания, разговаривать с людьми, и люди согласились. Мы очень довольны, что мы поменяли, провели такую большую работу. Новые лифты заметно отличаются от своих предшественников. Они более экономны в потреблении энергии и удобнее в эксплуатации. К примеру, проемы расширены до 70%. Этого достаточно для прохождения инвалидной коляски. Умная программа позволяет выбрать режим погрузки. О перегрузе тоже сообщит. Предел 440 килограмм. Особенно приятно, что лифты местного производства. Несмотря на некоторые неполадки, они уже зарекомендовали себя с положительной стороны. Тоже есть особые замечания. Может быть, они незначительные. Неплавный подъем лифта. Лифт дергается. Есть замечания, связанные с озвучкой этажности очень громко. Тоже это некомфортно. Я думаю, в самое ближайшее время мы эти замечания устраним. И я хочу заверить жителям этого дома о том, что в любом случае эти лифты будут эксплуатироваться комфортно. За 6 лет работы программы в городе уже заменили 200 лифтов. На сумму более 200 миллионов рублей. На очереди еще 1300. Местные власти планируют увеличить темпы работ и к 2020 году завершить замену лифтов старше 25 лет. На сегодняшний день в городе действуют две программы по лифтам. Первая – это муниципальная программа продолжает действовать. Ну и параллельно идет у нас республиканская программа капремонта жилых и квартирных домов. Значит, с учетом двух этих программ, как никогда в городе будет заменено более 100 лифтов. Чтобы попасть в программу софинансирования, собственники жилья на общедомовом собрании должны подать заявку в районную администрацию. Замена лифтов проводится на конкурсной основе. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев нашел время в своем плотном рабочем графике и встретился с будущей шестиклассницей Татьяной Владимировой. Михаил Игнатьев познакомился с Таней во время посещения кондитерской фабрики. Девочка находилась там на экскурсии с классом. Тогда школьница удивила главу своей мечтой – стать политиком. В ответ глава региона пригласил Таню в дом правительства на экскурсию. Таня Владимирова успевает и отлично учиться, и помогать маме и сестрам по дому, ухаживать за маленькой сестренкой и активно заниматься спортом. Баскетбол, каратэ, аэробика, танцы, лыжи и велоспорт – Татьяне интересно попробовать себя в разных направлениях. Глава региона это стремление девочки одобрил и поддержал. Надо заниматься, вот определились сегодня, как бы сказать, на одном виде спорта или на двух видов спорта, надо заниматься и погружить, практически тоже вовлекать. Почему я говорю, мы очень много построили и в шаговой доступности эти спортивные объекты, для того, чтобы могли наши жители и младые и старые заниматься, давать определенную физическую нагрузку. Мама Тани признается, что ее дочь очень целеустремленная, всегда добивается поставленной цели. Учит языки, рисует, танцует и очень любит читать. Сегодня в коллекции девочки появилась еще одна книга. У вас уже многое есть, присуще вас, поэтому почитайте, соответственно. Одно дело интернет, но книгу вы любите читать, насколько я знаю. Поздравляю. Отличница Татьяна. Успехов, удачи. Радуйте родителей. Быть всегда успешной. Я дальше хочу осуществлять свою мечту, я дальше хочу становиться политиком, то есть буду стремиться все дальше и дальше, поднимать планку все выше и выше. То есть я реализую эту мечту. Перед тем, как бы я приняла свой первый закон, я бы вообще узнала, я бы пообщалась с людьми, я бы, то есть, мне бы хотелось узнать мнение людей. По уже сложившейся традиции маленькой гостье показали столицу Чувашии с высоты птичьего полета. Накануне нового учебного года некоторым школам столицы республики присвоили имена известных людей. Так, Заволжская школа носит имя Май Костиной, заслуженного мастера спорта по парашютному спорту, пятикратной чемпионки мира. Средней школе номер 6 призвоено имя Василия Ивановича Чапаева. Сегодня на фасаде здания школы торжественно открыли именную доску, на которой обозначено имя легендарного земляка. Учебное заведение расположено на улице имени Чапаева, а также неподалеку от деревни Будайка, где родился знаменитый комдив. Для школьников прошел и первый урок еще до начала учебного года. Живой урок познакомил ребят с участником Первой мировой гражданской войн, комдивом Красной армии, кавалером Трехгеоргиевских крестов и Георгиевской ленты. В Перелопателе очень много архива и интернет-ресурсы, и музей. И, наконец, самым приятным и, наверное, самым удачным благословением для нас послужил приезд правнучки Евгения Василия Ивановича Чапаева. Это очень удачно сложилось. Она приехала и с огромным удовольствием подписала согласие на то, чтобы школа носила имя Василия Ивановича Чапаева. Надо отметить, что практика присвоения школам имен героев Советского Союза России уже много лет принята в Чебоксарах. В городе есть кадетская школа имени Кочетова, школа имени героев России Николая Смирнова, Леонида Константинова и воина-десантника Олега Беспалова. Вместо букетов к первому сентября – деньги больным детям. В столице Чувашии такая акция помощи проходит впервые. Готовы ли родители и учителя отказаться от пышных букетов на первое сентября в пользу маленьких пациентов, выясняла Юлия Важенина. Дарить, не дарить, дарить, не дарить, дарить, не дарить. Цветы – неотъемлемый атрибут первого сентября, но так ли он нужен? Над этим вопросом все чаще стали задумываться родители школьников. Ну что ж, давайте разбираться. Каждый год в начале осени у флористов случается 2-е, 8-е марта. Розы, хризантемы, лилии и ромашки. День знаний в любой школе утопает в море цветов. На 1 сентября ажиотаж вокруг цветов просто бешеный, потому что всем понятно, что дарятся букеты учителям, педагогам в каких-то дополнительных образовательных учреждениях. Я думаю, цветы – это самый покупаемый продукт как раз на данный праздник. 500 рублей – минимальная цена стандартного букета на 1 сентября. И если учесть, что в классах не меньше 20 школьников, общая стоимость всех цветов получается достаточно внушительной. По этой причине три года назад педагог Ася Штейн придумала акцию «Дети вместо цветов». Идея проста. Деньги, которые родители бы тратили на покупки сотен букетов, увядающих в алюминиевом ведре в конце первого учебного дня, «Перечислять нуждающимся детям». Эту акцию подхватили родители Чебоксарской гимназии номер один. У нас, например, начали перечислять в нашем классе родители уже, вот, который день перечисляют, кто-то тысячу, кто-то 500 рублей, кто как рассчитывает, кто как может. В интернете развернулись целые дискуссии по этому поводу. Своё мнение высказывают и школьники, и родители. А вы откроете любой учебник, аплакаты. Там везде изображены дети с цветами. Это было, есть и, надеюсь, будет. На День знаний учителям дарят большое количество букетов. Эти цветы невозможно сразу разместить в вазах, поэтому часть их быстро погибает. Сами же учителя совсем не против участия родителей в этой акции. Когда родители вышли с инициативой поддержать акцию «Дети вместо цветов», первая мысль пришла, конечно же. Ведь это очень благое дело. Это очень хорошее начинание для нашего города. Конечно, никто не говорит о том, чтобы не подарить учителю ни цветочкам. Но, по мнению многих, одного красивого букета от всего класса достаточно. А сэкономленные деньги принесут реальную помощь больным детям. Например, родители учеников первой гимназии отправляют деньги пациентам палеотивного отделения детского медицинского центра. Хотим организовать здесь реабилитационную комнату. Она очень необходима для наших детишек. Так как наши дети не могут дышать сами, не могут ходить, питаются через зонт. И для всего этого необходимы аппараты, разные аппараты. Направить деньги можно как на палеотивное отделение, так и конкретному ребенку. Для этого нужно лишь указать в обосновании, на что вы хотите, чтобы потратили средства. Кстати, помочь пациентам можно не только деньгами. Они рады любому вниманию. Будь то простая беседа, театральное представление или музыкальная сказка. Эта помощь точно не завянет. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Лучший лесной пожарный Чуваший работает в Урнарском районе. Это стало известно после прошедшего в Республике профессионального конкурса. Водитель специализированных машин Александр Иванов обошел конкурентов на эстафете и справился на отлично с теоретическими заданиями. Служба лесных пожарных трудна и опасна. В этом убедился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Он провел один день с лучшим огнеборцем в Республике. Фронт работ Александра Иванова – лесной массив на окраине поселка Вурнары. Это больше 30 тысяч гектаров. Именно он должен приехать первым на место ЧП, оценить масштабы бедствия и вызвать подмогу. Мы звоним, предупреждаем лесную охрану. Потом уже как бы выявляется, ну как бы приезжает комиссия, выявляется отчаяк класса пожаробезопасности. После, как дают команду, инструктаж команду, мы как бы начинаем тушить лес. Этот лес Александр знает как свои пять пальцев. Каждый день за рулем пожарной машины ему приходится одному патрулировать многокилометровую территорию. Сколько километров наматываете-то в день? Ну, по-разному. Бывает 70, бывает 50 километров. В выходные у нас тоже патрулеры не идут, когда пожароопасный перед идёт. Работа нелёгкая, конечно, но придётся работать. На службу в Урнарское лесничество он заступил только в этом году. Экономист-бухгалтер по образованию на протяжении многих лет выезжал на вахту в Москву. Но пригодился Александр там, где родился. Родился в деревне, сам рядом с лесом. Лес для меня с детства как бы, ну, ценность, притяжение к лесу вот такое. Чтобы завоевать титул лучшего лесного пожарного года, участникам конкурса было необходимо преодолеть полосу препятствий и дать точные ответы на вопросы жюри. Александр признаётся, чтобы подготовиться к тестам, пришлось проштудировать большое количество литературы. Теперь правила пожарной безопасности в лесах он знает на зубок. Учение как бы труд человека, учение всегда оживление как бы считается. Александр стал вторым лучшим лесным пожарным в истории Чувашия. Этот конкурс организаторы намерены проводить и впредь. Дмитрий Ковалёв, Рассель Мухаммедов, Республика. В Чувашии появился первый в истории мастер спорта России по тайскому боксу. Это спортивное звание присвоили чебоксарцу Денису Павлову. Спортсмен выполнил норматив ещё в декабре прошлого года на турнире Кубок Сотружества в Нижегородской области. Приказ о присвоении Денису Павлову спортивного звания мастер спорта России подписал министр Павел Колобков. Сегодня в общественной палате Чувашии обсуждали качество электронных услуг в образовании. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии, руководитель компании, которая занималась мониторингом качества и удовлетворённости электронных образовательных услуг Антон Иларионов. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин